В этом выпуске я расскажу о 8 самых знаковых военных операциях, проведенных спецназом в 21 веке. А ты обязательно напиши в комментариях свое мнение на эту тему. Погнали! Восьмое место. Ликвидация организатора захвата заложников на Дубровке. Одного из главных военных и идеологических лидеров чеченского терроризма Зелимхана Яндарбиева российская разведка выслеживала несколько лет. Этот боевик активно участвовал в Первой войне, руководил обороной Грозного в январе 1995 года. Затем исполнял обязанности президента и верховного главнокомандующего непризнанной республики до 1997 года. После этого Яндарбиев примкнул к национал-радикальному крылу боевиков. Параллельно он исполнял обязанности эмиссара в других странах, куда регулярно ездил за финансовой поддержкой для чеченского банд-подполья. Был одним из организаторов захвата заложников в столичном театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. С 2003 года Яндарбиев постоянно проживал в Катаре, где получил статус беженца. К тому моменту он находился в розыске по линии Интерпола, а Совет Безопасности ООН официально признал его связи с международным терроризмом. Был ликвидирован 13 февраля 2004 года в Дохе при подрыве его автомобиля фугасом, установленным под днищем. Катарские власти вскоре арестовали двух россиян и после короткого судебного разбирательства признали их виновными в организации успешного покушения, приговорив к пожизненному заключению. Утверждалось, что они оперативные сотрудники ГРУ Генштаба Вооруженных Сил России. Официального подтверждения эта информация не получила. Впрочем, в 2004 году МИДу России удалось добиться экстрадиции осужденных на родину, где их встретили с воинскими почестями в аэропорту Внуково. На седьмом месте французская спецоперация против джихадистов в Мали. Крупная военная операция «Бархан» проходит с 2014 года и является продолжением операции «Сервал». Ее главной целью является борьба с террористами не только в Мали, но и в Чаде, Буркино-Фасо, Мавритании и Нигере. 30 октября 2020 года в рамках операции «Бархан» прошла довольно знаковая спецоперация. Состоялась она в районе Буликеси, на границе между Мали и Буркино-Фасо, который является зоной противостояния между группировкой «Нусрат Аль-Ислам», связанной с Аль-Каидой, и отделением исламского государства в странах Сахеля. Во время спецоперации группу джихадистов на мотоциклах атаковали с помощью военных беспилотников, истребителей «Мираж-2000», вертолетов и нескольких десятков солдат спецназа. По итогу французские войска нейтрализовали и взяли в плен около 60 джихадистов и дезорганизовали силы противника, что способствовало общему успеху операции «Бархан». Тактический успех, проведенный Францией операцией, продемонстрировал, что террористические группы не могут безнаказанно действовать против иностранных войск в Африке. Шестое место! Ликвидация Шамиля Басаева. Вернемся-ка на 15 лет назад. Ликвидация в 2006 году самого опасного террориста на территории России Шамиля Басаева долгое время была окружена всевозможными слухами и версиями. И только спустя годы стало известно, что это одна из самых блестящих операций российских спецслужб в истории. Басаев считался президентом самопровозглашенной республики Ичкерия с 1995 по 2006 год. Он возглавлял практически все крупные теракты за эти 10 лет. Был внесен в списки террористов ООН и Газдепа США. По первоначальной версии, главарь чеченских бандитов случайно подорвался на Ухабе в Камазе, сверху донизу, начиненном взрывчаткой и оружием. Боевики планировали подогнать смертельный грузовик к зданию МВД Ингушетии и взорвать его. Позже были опубликованы фотографии, на которых видно, что тот самый грузовик полностью разгружен. Все его содержимое пересчитано и переписано. Предположительно, водители террористов были усыплены с помощью агентов в окружении Басаева. За это время российские спецназовцы угнали грузовик, полностью запротоколировали его содержимое, заложили взрывчатку и пригнали автомобиль обратно. Сам взрыв произошел на проселочной дороге у села Эккажева в нескольких километрах от Назрани. На пятом месте применение спецназа Израиля во Второй Ливанской войне. Военное командование армии обороны Израиля придает важное значение вопросам соблюдения высокой степени секретности. Однако иногда приблизительное представление о действиях израильских войск специального назначения все же составить можно. В данном случае рассмотрим три знаковые взаимосвязанные спецоперации, проходившие в период Второй Ливанской войны 2006 года. В первой операции, проходившей в ночь с 1 на 2 августа, с целью захвата важных рубежей, населенных пунктов и господствующих высот, израильские военные широко использовали тактические воздушные десанты. Для переброски и высадки десантников с Айерет-Меткаль было задействовано несколько десятков вертолетов. По имеющимся данным и оценкам экспертов, около 200 бойцов израильского спецназа в течение нескольких часов в буквальном смысле чувствовали себя хозяевами положения в самом сердце обороны противостоящей стороны и вернулись домой без потерь, уничтожив при этом несколько десятков боевиков. Вторая операция проводилась силами 13-й флотилии спецназа военно-морских сил в тире в ночь с 4-го на 5-е августа. Данная операция одна из самых сложных в плане исполнения, к которой за последние десятилетия был привлечен военно-морской спецназ Шайерет-13. Это была операция, в которой от бойцов, помимо физической формы, требовался высокий уровень владения оружием, умение ориентироваться в море, на скалистом побережье и в застройке. При этом особо следует отметить, что успех этой операции стал крайне важным. Третья операция проводилась силами спецназа Сайерет-Миткаль в районе Баальбека в ночь с 18-го на 19-е августа с целью нахождения и уничтожения пусковых установок противника. Несмотря на то, что сами офицеры спецподразделения говорят о неподготовленности израильского генштаба в планировании этой операции, бойцы Сайерет-Миткаль сработали более эффективно, чем если бы те же цели поручили уничтожить авиации. Особо отмечалось мастерство экипажей вертолетов, которые высаживали бойцов буквально на голову противнику, обеспечивая при этом мощное огневое прикрытие. 4 место. Коготь Орла-2 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция «Коготь Орла-2», направленная против запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана, а также для обеспечения безопасности границ и поиски похищенных в 2015 году террористами граждан Турции, среди которых были военные, сотрудники полиции и гражданские лица. Перед этим командование вооруженных сил Турции разработало детальный план операции, а силы специального назначения провели интенсивные учения в районах, схожих по рельефу с Иракской горой. 10 февраля с различных авиабаз Турции взлетел 41 самолет. Пилоты получили четкие координаты объектов террористов, после чего стартовала операция сил специальных операций. Ширина зоны боевых действий достигла 75 километров вдоль границ Турции и Ирака и 25 километров вглубь иракской территории. На вертолетах «Ченок» был высажен десант. Десантники уточняли координаты террористов и передавали командованию военно-воздушных сил. В числе прочих была обнаружена пещера. Часть террористов укрылась именно там, и ее пришлось брать боем. В этой сухопутной операции погибли трое турецких военнослужащих, еще трое получили ранения. В рамках спецоперации за четыре дня были уничтожены 48 террористов, в том числе трое высокопоставленных руководителей. Еще двое террористов были схвачены. Были обнаружены тела 13 граждан Турции, похищенных ранее террористами. В общей сложности военно-воздушными силами было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов. Причем огромная территория Ирака была взята под контроль. На третьем месте освобождение Алеппо. Российские силы специальных операций в 2016 году сыграли решающую роль в наступлении сирийской армии для освобождения города Алеппо. Главной его задачей являлась ликвидация лидеров боевиков в восточной части города. Алеппо – важнейший после Дамаска экономический центр Сирии и центр провинции, который позволяет контролировать север страны, приграниченный с Турцией районы проживания курдов и территорию северо-западного Ирака. Хоть функции и операции российского спецназа в Сирии окутаны завесой секретности, очень редко, но появляется информация о конкретных спецоперациях. В их числе оказалось довольно знаковое, а именно крайне важное разблокирование авиабазы Квайрес в провинции Алеппо. Передовые подразделения сирийской армии еще в октябре 2015 года с тяжелыми боями вышли к авиабазе на удалении 5-6 километров и застряли на этом рубеже на несколько недель. Главной проблемой для сирийской бронетехники стали мобильные отряды боевиков, вооруженные противотанковыми комплексами. Авиации России и артиллерия наносили удары по позициям боевиков, но это не сильно помогало. Стоило сирийским танкам покинуть позиции, как их встречали прицельным огнем из американских противотанковых ракетных комплексов BGM-71. Тогда-то и было принято решение задействовать диверсионно-разведывательные группы. Весной 2016 года российский спецназ под Квайресом провел три ночных рейда, во время которых были ликвидированы несколько десятков точек с противотанковыми комплексами. После такой зачистки сирийская армия смогла разблокировать авиабазу. А в декабре 2016 года Алеппо был полностью освобожден. 2 место. Ликвидация главаря ИГИЛ. Летом 2017 года Министерство обороны России заявило о том, что главарь ИГИЛ Аль-Багдади был уничтожен при ударе российскими воздушно-космическими силами по предместьям Раки. Однако позже появились сообщения о том, что главарь боевиков все еще жив. Приказ о спецоперации был отдан после того, как Соединенные Штаты получили информацию о том, что Аль-Багдаде скрывается в сирийской провинции Идлиб на территории, контролируемой противниками Башара Асада. Вашингтон заранее предупредил Москву о некой спецоперации в Сирии, но не уточнял о ее целях. В октябре 2019 года бойцы спецназа Соединенных Штатов высадились возле дома лидера ИГИЛ в деревне Бариша, что недалеко от границы с Турцией. В ходе спецоперации были задействованы вертолеты и военные самолеты. В громкоговорители неоднократно предлагали окруженным сложить оружие и сдаться. Чуть позднее спецназ ворвался внутрь дома. Аль-Багдадий попытался бежать через тоннель, но поняв, что он заблокирован, взорвал себя вместе с двумя детьми. Позднее Дональд Трамп объявил об этом официально, поблагодарив при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку. Через месяц после спецоперации Трамп наградил медалью и грамотой за героическую службу овчарку по кличке Конон, которая участвовала в этой спецоперации. На деятельность самой террористической организации ликвидация главаря, конечно же, никак не повлияла, как и в случае с убийством Усамы Бен Ладена и Аль-Каидой. Но в 2019 году это было знаковым событием и грамотным ходом Трампа в ходе начавшейся предвыборной гонки. Правда, это ему в итоге не особо помогло. И, наконец, первое место! Освобождение города Шуша Город Шуша долгое время был культурной столицей Азербайджана, но последние почти 30 лет его контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. В военном смысле этот город – неприступная цитадель, потому что вокруг него отвесные скалы. Господство над Шушей обеспечивает контроль над всей Нагорной частью Карабаха. Осенью 2020 года за месяц азербайджанской армии удалось прорваться в самое сердце Карабаха и оказаться на подступах к городу-крепости. Армянские военные ожидали азербайджанских солдат у асфальтированных дорог, ведущих к городу. Однако 5 ноября спецназовцы решили действовать иначе – карабкаться по отвесной скале вверх, вооружившись лишь легким стрелковым оружием. Начиная с этого момента, прибывшие армянские подкрепления пытались выбить азербайджанский спецназ, нанося артиллерийские удары и готовя засады. На улицах города вскоре вспыхнули ближние бои, практически в рукопашную. 8 ноября азербайджанский спецназ установил полный контроль над Шушей. В общем, можно сказать, что это была уникальная спецоперация по возвращению стратегически важной земли, подарившая Азербайджану победу в войне, длившейся около 30 лет. Ну а мне будет, как всегда, крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео. Обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересны. Вступай в мою группу ВКонтакте, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей. И, конечно же, подписывайся на мой второй музыкальный канал. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!